Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ программа «Наш доктор» и я и ведущий Тимур Асанов. В нашей программе мы будем говорить о врачах Ленинского городского округа, об их жизни, об их семье и, конечно же, о медицинской практике. Первый герой нашего выпуска – врач-отарино-ларинголог Наталья Доронина. Наталья, здравствуйте! Тимур, здравствуйте! Наталья, давайте познакомимся поближе. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Я замужем, у меня двое детей, мальчик и еще один мальчик. Ну, так получилось. Старшему 16 лет, младшему сейчас 10, но скоро уже будет 11. Вот. Старший у меня учится в Москве. Он сам поступил у меня в лице и высшей школы экономики. Вот. Младший учится вот у меня в совхозе имени Ленина. Старший сын, в принципе, он такой у меня мальчик очень-очень интересный. У него есть какие-то определенные свои увлечения, но что самое интересное, вот у него такой характер. Он любит очень такое 60-е, 70-е года. Очень любит Россию. Он патриот. Он даже вступил в свое сообщество в школе патриотов России. То есть он очень ему это нравится. И увлекается тем, что он даже телеграм-канал свой ведет. Ну, такой вот состоронний, развитый мальчик. А младший у меня такой парень подвижный, юркий, очень любит футбол, такой спортивный, очень такой доброжелательный, добрый и позитивный парень. Расскажите, пожалуйста, как вы проводите время с семьей? Мы с семьей, ну, мы, во-первых, неразлучные. То есть так получилось, что мы когда приехали сюда жить в Москву, видное, мы неразлучные. У нас дети всегда с нами. Мы всегда любим путешествовать. Всегда вчетвером. То есть мы путешествуем только вчетвером. Дети у нас никогда не остаются. Полностью с нами все от пуска. И мы как бы, вот это вот у нас самое главное, что мы всегда вместе. Куда бы мы ни поехали, всегда вместе. Это прекрасно. А есть ли у вас какие-то семейные, может быть, традиции? Ну, семейные традиции, так как мы все любим делать вместе, у нас есть такие. Во-первых, на Новый год у нас никто никогда не наряжает елку, если нет семьи все вместе. То есть это обязательно. Наряжать елку с семьей – это главное. И есть у нас еще такие традиции. Так как мы любим путешествовать, мы это любим всегда запечатлеть. Кто-то там создает фотоальбом, кто-то там копит фотографии. А мы делаем большой настенный календарь. У нас большой настенный календарь. Каждый раз, год, каждый год нашего путешествия у нас снова висит календарь. И каждый месяц мы вспоминаем такие какие-то знаменитые, знаменательные события, произошедшие за год. А какие-то увлечения именно ваши, не семейные, может быть, какое-то хобби? Да, у меня есть одно хобби. Может, оно покажется вам странным, но я увлекаюсь йогой. Я занимаюсь йогой в гамаках. Нет, это не странно, но интересно. Наталья, я очень удивлен вашим увлечением. Скажите, пожалуйста, чем же оно вас вдохновляет? Для меня это место, где я нахожу силы, энергию. Особенно, знаете, когда придешь после долгого трудового дня, тяжелые пациенты, тяжелые больные, куча операций. Ты приходишь, думаешь, господи, ну все, не могу, у меня больше сил нет. Но ты собираешься, идешь к себе на свою любимую йогу, сидишь, дышишь, потом занимаешься. Здесь не только момент физкультуры, здесь есть момент такой, знаете, энергетический. Ты приходишь, у тебя, кажется, нет сил, а когда ты приходишь, выходишь с йоги, ты понимаешь, что можешь свернуть еще горы. Ты можешь принять еще раз, еще сутки отработать, и при этом у тебя будет совершенно другое настроение. То есть это на самом деле настолько душевное занятие, вот это то, что я нашла для себя. У меня вроде профессия такая, да, тоже хирургическая, и бывают опасные больные, тяжелые больные. И поэтому слово опасность, оно компенсируется тем, что здесь я выплескиваю все свои отрицательные эмоции и ухожу с плохими, с хорошими, с отличным настроением и с большой энергетикой, и я уже иду домой к своей семье. Здесь тоже я увидел элементы опасности, но, как оказалось, не все так страшно и опасно. Это на самом деле тренировка. То есть мы, когда только, я уже почти три года занимаюсь йогой на гамаке, и когда я только пришла, да, боялась. Я боялась высоты, я боялась улетать, я боялась перевертываться. Я думала, что у меня ничего не получится, при этом моя тренер Александра, она всегда подбадривала и говорила, не переживайте, все будет хорошо. Вы обязательно все сможете, у вас все получится, и потом вы никогда в жизни не бросите это занятие. Так оно и случилось. Ну вот, собственно, и место, где я работаю. Это Видновская районная клиническая больница от риноларингологического отделения, куда меня пригласили работать. Здесь замечательный дружный коллектив, замечательные доктора, замечательные медсестры, замечательное оборудование, замечательная обстановка, которая предрасполагает к работе. Я очень много, ну, так получилось по жизни, что я работала в нескольких местах в связи со своими переездами. И вот это то место, где я обрела свой второй дом. Наталья, скажите, пожалуйста, а с какими чаще всего патологиями вы встречаетесь в своей практике? Я как раз сейчас иду на операцию. Операция, казалось, банальная, и случай такой банальный. Человек, который страдает храпом. Но на самом деле это серьезная проблема, с которой сталкивается в последнее время очень много жителей нашего, особенно Ленинского городского округа. Наталья, я хочу пожелать вам удачи. Спасибо, Тимур. Ранее, у него за полгода до этого было нарушение дыхания носового. Мы ему делали операцию, у вас дали пластиковую храпку, но он задышал, но проблемы храпки, к сожалению, осталось. Поэтому он пришел к нам повторно, и мы решили ему помочь. Каким образом? То есть мы в этих случаях делаем такую операцию, она делается подместная мастерия, она достаточно щадящая для пациента. Делаем пластику мягкого нёба и пластику маленького резичка. Делаем пластику мягкого нёба. Наталья, расскажите, пожалуйста, об этом случае, который произошел у вашего пациента. Пациент обратился к нам на консультацию с проблемой, которая беспокоила, скорее всего, не его, а его жену, его супругу. Потому что он пришел с жалобами на то, что супруг говорит, что именно во время сна он, во-первых, очень сильный храп, но здесь больше даже не столько, сколько храп, сколько была остановка дыхания. То есть во время ночи у него возникали эпизодические приступы, и сопровождались они, это называется, апноэ сна, то есть когда пациент резко перестает дышать, то есть на фоне сильного храпа, пациент перестает дышать, какое-то секундное время он не дышит, потом делает глубокий вдох, и храп продолжается. Сам пациент может не ощущать этого, но те родные и близкие, которые с ним находятся, они, конечно, начинают за него волноваться очень сильно. Он пришел к нам на консультацию с этой проблемой. Естественно, перед тем, как нам определить тактику лечения у этого пациента, у него должно быть определенное обследование. Мы всегда говорим поликлинике нашим докторам, которые сидят у нас на приеме, для того, чтобы пациента направляли, особенно с такой проблемой, чтобы обязательно было выполнено КТ пазух носа. То есть мы всегда исключаем патологию со стороны носа, потому что храп здесь зависит не только от дыхания через рот, но и дыхания через нос. То есть дыхание через нос должно быть адекватное, свободное, и никаких препятствий быть не должно. Мы нашли, что у пациента, во-первых, была проблема с тем, что у него не очень хорошо дышал нос, а во-вторых, еще и у него была так называемая гипертрофия маленького язычка. То есть если когда пациент смотрит на себя в зеркало, открывает рот, он видит прежде всего небо и маленький язычок. Гипертрофия маленького язычка, когда человек ложится спать, особенно на спине, получается, что маленький язычок западает на заднюю стеночку глотки, и возникают вот эти как раз характерные движения. Движение язычком создается определенное напряжение, и возникает храп. Когда человек просто храпит, здесь больше близких волнует, а когда у человека наступают уже задержки дыхания во сне, то здесь уже наступает всякая патология. Здесь уже идет и высокое давление, и патология со стороны сердечно-сосудистой системы, потому что у него нет кровоснабжения, кровоснабжения. Наталья, а можно в настоящий момент сказать, что данный вид операций стали, по сути, банальными, повседневными, несложными, или все-таки по-другому? Нет, это операция, ну, понятно, каждая операция, когда идет хирург, для него каждая операция – это как новый пациент, новая операция, но при этом это, конечно, поставлено на поток, эта операция проводится у нас в отделении, исход этой операции – это отсутствие ночных опноя сна. Какие чаще всего встречаются патологии и встречались в вашей практике, кроме этой? Ну, у нас многопрофильное отделение, то есть мы пациентов очень много берем и на операции, и вообще на лечение, и экстренных пациентов. В последнее время, вот, ну, лично из моей практики я заметила, что, может быть, это как осложнение постковидными, все-всех вот этих вот моментов, очень много стало пациентов с риносинуситами, в том числе с хроническими, с полипозными риносинуситами, очень много пациентов стало с хроническими танзилитами, которые вот тоже мучаются и с ангинами, и с абсцессами, и причем это переходит на молодой возраст, в основном сейчас очень много молодых, которые приходят на консультацию вот тоже с хроническим танзилитом. И очень стало много патологий со стороны уха, экссудативных отитов, то есть очень часто насморки у нас осложняются жидкостью, то есть за барабанной перепонкой накапливается жидкость, и у человека основные жалобы – это то, что у него нарушается слух. Я думаю, что в практике каждого врача, который работает в клиниках, есть в своей истории, в практике случаи, которые запоминаются, которые остаются и, возможно, какой-то даже оставляют след, отпечаток на своей трудовой деятельности. Вот есть ли у вас что-то такое, запоминающееся в вашей практике? Ну, вот у меня был один случай такой, то есть я молодой доктор, молодой специалист, только закончила интернатуру, приехала работать, брала дежурство в лор-отделении, у нас были экстренные дежурства, поступает ко мне пациентка. Ну, такая вот совершенно неясная история какая-то, то есть начинаем собирать анамнез пациентка с жалобами на то, что ей трудно дышать, и у нее отек в области шеи. Начинаем крутить, вертеть, собираем анамнез и выясняем, что пациентка за 4 дня до этого ела какой-то куриный суп. Как она говорит, да, возможно, мне попала косточка, может быть, она говорит, но точно прямо она этого не описывала. При осмотре мы видим эмфизему шеи, мы делаем рентген, понимаем, что там разрыв пищевода, то есть это уже как осложнение инородных тел. Пациентка у нас направляется, я тогда просто работала в районной больнице, такая она была небольшая, мы направляем ее в центр, в центре ее оперируют, слава богу, у пациентки исход был очень хороший. Да, потому что мы все это сделали прямо экстренно в течение двух-трех часов. А медицина не стоит на месте, развитие идет постоянно, поэтому как раз такие медицинские работники, врачи всегда проходят повышение квалификации, всегда обновляют свои знания, появляются различные новые технологии. Вот в рамках вашего отделения на базе Видневской клинической больницы, какие есть современные медицинские разработки или методы лечения тех или иных заболеваний? У нас, во-первых, оперируются пациенты, особенно с патологией носа, носоглотки, у нас есть эндоскопические операции, то есть это все делается с помощью эндоскопа, есть эндоскопическая стойка, которая стоит в операционной, то есть это просто не делается, то есть если пациент приходит с полипами в носу, делается эндоскопическая полипотомия, эндоскопическая гайморотомия, То есть это все под контролем эндоскопа на большом экране, хорошо обозримое. Это вот то, что нас сейчас продвинуло. То же самое детки, детки с аденоидами, с гипертрофией небных миндалин. Мы их тоже берем на эндоскопическую атенотомию, тонзолотомию. Какие есть на сегодняшний день тоже современные методы профилактики лорозаболеваний? Ну, профилактика, понятное дело, что прежде всего она заключается не в том, что пациент полощет горло каждое утро, или чистит зубы утром и вечером, а обязательно должна быть диспансеризация. То есть пациент должен приходить на диспансеризацию и обязательно проверяться у лор-врача. Потому что тот же самый хронический танзелит, наблюдение пациента с хроническим танзелитом, его осмотр должен быть лор-врачом именно два раза в год. Если пациент стоит на диспансерном учете у врача, то, конечно, естественно, ему назначается курс лечения, какая-то физиотерапия, какие-то профилактические мероприятия. Там целый комплекс, он состоит из нескольких видов. Те же пациенты, которые, например, с хроническим полипозным риносинуситом, это рецидивирующие, к сожалению, заболевания. Там очень много всяких факторов, которые способствуют развитию, да. То есть он тоже обязательно два раза в год должен наблюдаться у лор-врача. Потому что даже с оперированной пациентой – это не стопроцентная гарантия, что полипы, к сожалению, у вас дальше не вырастут. Ни в коем случае дома заниматься самопромыванием миндалина нельзя категорически. Потому что могут быть осложнения и в виде партноделярных абсцессов, и в виде абсцессов шеи. То есть вот с этим нужно быть очень-очень аккуратным. Спасибо большое. Получили информацию, я думаю, наши телезрители в полном объеме. Ту, которую необходимо знать практически каждому. Мы увидели вас как врача, с вашей семьей, с вашим хобби. Мы увидели, какой вы всесторонний человек. Вам спасибо большое. Будьте все здоровы. И главное – посещайте лор-врача хотя бы раз в год. Это была программа «Наш доктор» и я, и ведущий Тимур Асанов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!